Это послеродовая комната. У нас она была под номером 10. Начнем мы наш осмотр с туалета, конечно же, потому что он у нас первый. Вот туалет есть. Так как бы туалет, умывальник, душ, стул для тех, кто имеет мало сил или что-то. Корзина для грязного белья, но которая, конечно, тут берем и туда и возвращаем, как бы только уже грязные. Тут вот около туалета есть такой душ, который можно всегда подмывать. Тут есть прокладки, которые не обязательно приносить в больницу, они тут уже есть. Удобные, кстати, ничем не отличаются от тех, которые покупаешь какие-то другие. Дальше идет уголок для обмывания и пеленания малыша. Вот есть причандалы тут разные для детей. Вот памперсы, распашонки, кремы под подгузник. Вот тут халаты для уже не беременных женщин. Ну, тут такое тоже там что-то, простыня какая-то, ковшик, чтобы вот подмывать ребенка. И мыть, умывать, умывать руки, умывать. Дальше это палата, которая разделена на три ширмы. За тремя ширмами находятся люди. То есть палата рассчитана на три человека. Наши посрединки. И вот ширмочкой можно полностью закрыться. И создается такой себе микроклимат в комнате. Вот когда открываем ширму, мы видим вот это наше место. Тут у нас кушает муж. Вот кровать. Творческий беспорядок на тумбочке. Это все наши вещи. Ну и в тумбочке. Вот тут сбоку, где стоит стул, мы обычно ставим корзинку с ребенком. Куда ее привозят. Да, сейчас она у нас на процедуре. Вот. Ну и еще вот тут одна ширмочка. Там вид в окно. Просто там люди как бы. Мы не будем это снимать. В принципе, в палате уютно. Довольно-таки просторно. Вот. Постоянно заходят медсестры, которые совсем вот, когда, если вот десятая палата, они совсем близко. Вот сейчас я покажу вот на Дальпаке. Совсем близко. Вернее, вот там, видите, reception, там они сидят. Можно подойти, обратиться, если даже не обращаться к ним. Есть у каждого на тумбочке. Вот такая кнопочка. Сейчас я ее покажу. Вот такая кнопочка. Вот ее достаточно вот нажать. И в вашу палату придет медсестра. По вашему же требованию. Да, еще кровать. Кровать очень хорошая. Она раскладывается, меняется в разных положениях. Вот. Не, не обязательно демонстрировать это. Думаю, люди поверят, что ее можно положить, посадить, сделать, что я сидя. И в любых позах также она идет на колесиках, вот, чтобы вы видели. Вот. Колесики можно, чтобы катать. Ну, понятно, чтобы. Можно зафиксировать, чтобы она просто стояла. Вот такая вот палата, где находится женщина после родов. Продолжение следует...